Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса заключается в том, что пишет аноним, значит, рассталась с мужчиной недавно, чему он поспособствовал, а вчера он намекнул на то, что ему нужно вернуть деньги, которым он мне давал. Соответственно, автор пишет, что не знает, значит, как общаться с мужчиной, как поступать в такой ситуации, потому что впервые. Вот. И спрашивает, стоит ли напрягаться и искать деньги сейчас, так как должной она себя не чувствует, потому что много чего делала для отношений сама. Также автор вопроса спрашивал потом, как общаться с ним на эту тему. Вот. Очень-очень хочу, чтобы он исчез из моей жизни. Ну, смотрите, если вы хотите, чтобы мужчина исчез из вашей жизни, то, наверное, действительно нет смысла отдать ему деньги и напрячься, вот, сказав, что вот вы ему возвращаете деньги, чтобы он вам, как бы, больше не писал. С другой стороны, чтобы он исчез из вашей жизни, можно, в принципе, и прямо сейчас его заблокировать, и, как бы, вашей жизни его не будет. Ещё, с одной стороны, какие-то действия с вашей, ну, как бы, от вас, да, не решат проблему того, что он будет или не будет в вашей жизни, потому что то, что вы описываете, все больше похожи на какую-то обиду, некую злость на него, вот, что, в принципе, вполне нормально, да, то есть, в этой ситуации, когда вот вы человеком расстаётесь, да, это, в принципе, вполне нормально. Нормальная история, абсолютно нормальная история, что вот вам как-то неприятно, больно, тяжело и так далее, вот. Можно и нужно, в принципе, с этим поработать, вот, можно и нужно помочь вам, например, отношения или человека как-то опустить, да, вот. То есть, я не думаю, что это, прям, вот, очень, эм, ну, я бы не сказал, что это, прям, сложно, да, то есть, я не думаю, что это, э, вот, так не очевидно, не очевидно. Вот, мне кажется, что это, вполне очевидно, что, как-то, вот, вас, э, травмировала эта история, да, вот, что выяснили, расстались, вот. И, ну, это нормально, опять же, повторюсь. Поэтому, поэтому, как мне кажется, э, имеет смысл всё-таки вам, э, в первую очередь, вот, вот, наверное, разрешить травму, то есть, прожить, травму, которая вас образовала, в силу, ну, таких отношений, вот. Если вы не считаете себя должны, то, так же, в принципе, это можно и высказать, выразить человеку, сказавшему, я тебе, вообще-то, ничего не дал, да, ну, ну, как бы, просто нам по тексту всё это сказать ему. Вот, я думаю, что сильно вряд ли он будет от вас требовать деньги, вот, ну, сильно вряд ли. Я не думаю, что до этого дойдёт. То есть, да, как бы, понятно, что у человека есть некоторая обида на вас, вот. Ну, так, равно как у вас тоже есть на него обид. Только вы почему-то, вот, денег, денег ни от кого не просите, да, а он просто. И, соответственно, важно разграничить себя и его, да, и просто, вот, не делать с того, что вы не хотите делать. Тот факт, что вы спрашиваете, как поступать и так далее, да, говорит о том, что, ну, вот, как-то себе в этой ситуации вы не доверяете. Не доверяете своим чувствам, вот, не доверяете своему, так, скажем, отношению. Вот. То есть, если вы не чувствуете себя должным, то и возвращать ничего не надо. Не надо, да. Другое дело, что, вероятно, вы сейчас испытываете сильное разочарование у человека. И вполне может быть, что вините себя. За то, что, вот, не увидели, не разглядели в нем того, что он вот такой и так далее. Может быть, даже жалеете, что вообще в отношения вступили. Жалеете, что что-то делали для него? Ну, для человека, я имею в виду, что-то делали. И это придает дополнительную, как бы, тяжесть в этой ситуации. Потому что, если бы вы себе доверяли, допустим, вам было бы легче, может быть, поступить так, как вам вот, ну, хочется, так как вы считаете для себя нужным, важным, правильным и адекватным. А так, получается, ну, вот, не очень хорошая ситуация. Поэтому, в первую очередь, я бы разобрался бы с тем, как лично вы относитесь к себе и к мужчине. Ну, вот, в, может быть, данном контексте. Я бы лично определился с тем, чего вы хотите, ну, вообще. И хотите ли вы чего-то, опять же, вообще. То есть, может быть, вот, может быть, вам это и не нужно. И как-то, вот, всё это вы делаете, там, из какого-то чувства долга, например. Ну, к примеру. Понимаете, да? Поэтому, вот, очень важно на эти вещи обратить вам своё внимание. Как именно себя вести, на мой взгляд, подсказывать вам несколько неэтично, вот. Потому что вам само нужно решить, как действовать в этой ситуации. Вот. Понимаете, да? Мы вам можем помочь? Вне всякого сомнения. Можем помочь определиться, можем помочь выработать позицию, вот. Ну, по отношению к мужчин, да? Вот. Если у вас возникло обращение, то, скорее всего, где-то в каких-то моментах вы к себе, вероятно, были невнимательны, да? Ну, пропускали важные для себя вещи, важные для себя моменты. Так, к сожалению, тоже бывает. Это не критично, не страшно. Вот. Ошибаются все. Важно разбираться с тем, как вы, в принципе, в этих отношениях оказались. Так? Особенно, если не хотели. Ну, я имею в виду, если не хотели. Чтобы так с вами произошло. А я думаю, что, я думаю, что как раз таки не хотели. Иначе бы не задавали свой вопрос. Вот. Как-то так. Если вы, ну, например, считаете, что вам поможет. Максимальное дистанцирование от человека. Ну, возвращаете ему деньги. Или блокируете его. Вот. И это поможет вам достичь цели. Но если у вас есть подозрение и понимание того, что проблема глубже, там, например, то в таком случае вам имеет смысл обратиться к психологу, для того, чтобы проработать те самые проблемные части. Которые, ну, вот, у вас могут иметь место быть. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было, как минимум, полезно и интересно. Как максимум, что это вас направят на терапию. Ну, на психотерапию в смысле. И вы сможете изменить свою жизнь. Вот. Изменить свою жизнь, естественно, только к лучшему. Чтобы, вот, таких ситуаций больше не было. Вот, как-то так. На этом всё. Я желаю вам всего самого доброго. Обратная связь нужна для формирования начальных постулатов для психотерапии. Обратная связь нужна в первую очередь вам. Для формирования каких-то начальных направлений для работ. А дальше уже мы будем тему раскручивать. Вот. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...